Лейк Плэссид, лыжный стадион. Первая гонка олимпийской программы 30 километров у мужчин. После 20 километра лидирует Василий Рочев. Но к этой точке еще не подошли спортсмены, которые стартовали под дальними номерами. Николай Зимятов лидирует после половины дистанции, выигрывает 35 секунд у Либанова и 39 секунд у Томаса Вазберга, который стартовал через минуту после него. Заканчивает второй круг дистанции Альф Деккер, спортсмен из Германской Минографической Республики. А вот наверху лучшее время Василия Рочева. После второго круга. Пятый результат у Деккерта. Но это из тех лыжников, которые уже прошли эту отметку. Табло будет постоянно меняться в связи с тем, что сюда будут подходить лидеры. Очень близко от Василия Рочева идет к Ове Ауле. Близко по времени, я имею в виду. Кирвис Ниеми. Финский гонщик Кирвис Ниеми то же самое заканчивает 20-й километр. Вот он идет в грубом костюме. Отогнал он, по-моему, чехословацкого гонщика. Даже не его, а, скорее всего, Капитанио. Но эта роль уже не играет. Сейчас самое главное, как идет Кирвис Ниеми относительно лидеров. Вот, посмотрите, он проигрывает уже почти две минуты Василию Рочеву. Не получается гонка у финнов. Не получается. Подготовка нашей команды вот уже много лет, начиная с 1970 года, перед чемпионатом мира в высоких татрах, идет всегда по одному плану. В год чемпионата мира или в год олимпийских игр, олимпийских стартов, наши лучшие спортсмены, первая сборная нашей страны, не стартует в международных соревнованиях, готовится дома. Свои старты, всесоюзные гонки в Красногорске, розыгрыш Кубка Советского Союза, а в международных стартах участвуют спортсмены второй или третьей сборной, те, которые показывают всегда стабильные результаты, близкие по времени. Матти Питканин. Очень хорошо увеличил скорость Василия Рочев на второй половине дистанции, и он теперь выигрывает и у Питканина, которому вначале, кстати, проигрывали. Секунд двадцать будет равновесно тратчику Питканина. Секунд двадцать будет равновесно тратчику Питканина. На последних десяти километрах разворачивается самая интересная борьба за медали. Сейчас лидируют три гонщика. Это Николай Зимятов, Иван Либанов и Василий Рочев. Преимущество Николая Зимятова уже большое. Ну, хотя, конечно, все может случиться, и лыжи поломаться, и крепление сломаться. Как помните, это было в эстафете в Энспурге у Евгения Беляева. За 800 метров до финиша на первом этапе он выиграл почти минуту у всех горщиков. И вдруг неожиданно сломалось крепление. Позору крючево, перебану, амбазлер, вот. Томас Вахберг снижает скорость. Сейчас он проигрывает Николая Зимятова уже 43 секунды. Это хорошо для Василия Рочева. Сейчас для него пойдет опережающая информация. Как будут идти Либанов и Вайсберг на отметках дистанции, которые Рочев уже пройдет. Вот Иван Либанов. Сейчас он здесь пройдет по стадиону. И Николай Зимятов Плотную за Либана. Он выигрывает у него уже 50 секунд. Так, примерно по тому моменту, которым показали Николай Зимятов. Вот лидер этой гонки. Первой гонки олимпийской лыжной программы. Я напомню, что начиная с 1972 года олимпиады в Саппоро гонки на 30 километров побеждали советские спортсмены. Это был Вячеслав Веденин в 1972 году, в 1976 году Сергей Савельев. И вот сейчас близок к победе Николай Зимятов. Спокойно проходит он тут по стадиону. На 20-м километре лидером по-прежнему остается Николай Зимятов. На втором месте Иван Либанов. На втором месте теперь стал уже Томас Вайсберг. Три секунды проигрывает Вайсбергу Либанов. И четвертый результат у Василия Рочева. Разница между Либановым и Рочевым 5 секунд. Сохраняется. Восемь секунд проигрывает Василий Рочев Томасу Вайсбергу. Вот вы видите результаты первых десяти гонщиков после 20-го километра. А Овэ Аунли за 5 километров до финиша. У Аунли шестой результат на 20-м километре был. Юга Миета проигрывает довольно много. Но очень близко от Либанова. Очень близко от Аунли ездит. Вот отсюда я говорил, что отсюда начинается целая серия спусков. Небольшие подъемы, а в основном трасса уже пойдет вниз, к финишу. И только за километр до финиша начнется опять серия подъемов. Ну а мы здесь, на лыжном стадионе, ждем первого участника, который закончит гонку. Преимущество Николая Зимятова от всех остальных гонщиков очень велико. А вот борьба за серебряные и бронзовые награды достигает своего апогея. 8 секунд выигрывает у Рочев Вайсберг и 5 секунд Либанов. Сумеет ли Рочев увеличить скорость и сумеют ли эти гонщики из Швеции и Болгарии сохранить скорость на последних 5 километрах дистанции. Еще раз посмотрите внимательно на результаты за 10 километров до финиша. Правда, уже Рочеву осталось совсем немного до окончания гонки. А Зимятов и Вайсберг, Зимятов, Вайсберг и Либанов, они стартовали друг за другом в самом конце всего стартового протокола. У них еще впереди почти целый круг. Сейчас, конечно, и тренеры ведут только трех гонщиков. Либанова, Рочева и Вайсберга. Кто-то из них должен из этих троих подняться на пьедестал почеты. Четыре гонщика в борьбе за три медали. Василий Рочев. 5 километров ему остается до финиша. Он знает, что он проигрывает 8 секунд Вайсбергу и 5 секунд Либанову. Это результат Юха Мието. 26 номер вот наверху. А бегущие цифры это время Василия Рочева. Может быть, чуть побыстрее надо было начать гонку Рочеву. Ну, посмотрим. Полторы минуты выигрывает Рочев у Мието. Вот тут где-то на этой отметке стоят наши тренеры. Вы слышали сейчас, как сказали Рочеву. Полторы минуты от Мието. Но это его не волнует. Больше всего его интересует, как здесь пройдут Либанов и Вайсберг. А они появятся здесь через 12 минут. Рочеву до финиша останется примерно 2,5 километра, а им 5. Это тоже немаловажный момент. Две минуты проигрывает Рочев Евгений Беляев. И две с половиной Николай Бужуков. Да, вот у Беляева и Бужукова как-то не получилось этой гонкой. Первым к финишу приближается Перкнут Ауанд. Гонщик из Норвегии набогнал уже всех остальных. И сейчас, буквально через некоторое время, закончит гонку. Зрители приветствуют первого лыжника. Который закончил гонку на 30 километров первую дистанцию олимпийской лыжной программы. Твеноке Лунбак. Твеноке Лунбак. Зрители, которые были до этого старта, сегодняшнего дня, говорили о том, что он мог вмешаться в борьбу за победу. Закончил гонку Николай Бужуков. Это мы видим из комментаторской кабины. А здесь Лунбак проходит на отметку 25 километр. Три минуты разница между Родчевым и Лунбаком. А ведь гонщик высочайшего класса. Сложные погодные условия, тяжелые трассы. Сложные погодные условия, тяжелые трассы. Сейчас самое главное, как здесь пройдут Лебанов, Зимятов и Весберг. Пока из тех, кто уже прошел отметку 25 километров, лучшее время у Василия Родчева. Минус 10, вычего. Проверили по 9-му, Минус. Все, помимо, помимо, это вышло на второе место, уверенно. Прошло на мне очень здорово. Это уже финиш. А между тем, результат-то очень высокий. 1 час 30 минут. Сергею Савельеву в Инсбурге понадобилось 1 час 30 минут 29 секунд для победы в этой гонке на 30 километров. Ему же на чемпионате мира в Лахте 1 час 32 минуты 56 секунд. Ну вот, скоро мы узнаем время победителя. Мне так и хочется сказать, что на верхнюю строчку, на табло, будет занимать фамилия Николая Зимятова. Ну, давайте дождемся окончания гонки. Уже здесь появился Эриксон 45. 5-й номер. Через некоторое время Одвар Бро. Питканин. Питканин догнал и Бро, и Эриксона. Он стартовал под 49-м номером. Преимущество Василия Рочева перед Питканином, конечно, большое. Но, я еще раз повторяю, мы ждем. Лебанова, 54-й номер. Зимятова, 56-й. Николай Зимятов, по-моему, должен уже догнать Лебанову и обойти его. И Томаса Вазберга. Из истории гонок, олимпийских гонок на дистанции 30 километров. Бронзовую награду получал здесь Павел Колчин в 56-м году в картина Дампетце. А Николай Аникин в 60-м году в Скловеле. Ворончихин в Инсбурге в 1964 году. Бронзовую награду завоевал и на прошлой Олимпиаде в Инсбурге Иван Гаранин. Закончив гонку Евгений Беляев. Но нас вот больше всего волнует, как идут последующие лыжники. Ови Аунли. Он выигрывал Евгения Беляева. Пока результат Беляева лучший. Но я думаю, что Аунли. Вот он идет. Проходит последние метры дистанции. И вытесняет Беляева из верхней части турнирной таблицы. В юхо Мието то же самое подходит к финишу. Вот здесь тоже была своего рода очень интересная борьба Мието, Аунли, Беляев. Но они намного отстали от лидеров. А вот сейчас на табло результаты тех, кто прошел 25 километров. Не видно только пока время Вазберга. Рочев обошел Лебанова. Он выигрывает у него сейчас за 5 километров до финиша 14 секунд. И вот здесь Вазберг. На этой же отметке 25 километров. Это наверху результат Николая Зимятова. Значит, цифра 4 это четвертый результат у Вазберга. За 5 километров до финиша Василий Рочев выходит на второе место. А впереди по-прежнему Николай Зимятов. 25 секунд выигрывает Рочев у Вазберга. Василий Рочев на финише. Последние 200 метров. Он знает, что он выигрывает у них. Но достаточно ли это будет для того, чтобы остаться на втором месте, это пока сказать очень сложно. Когда смотришь на лыжников, особенно на больших дистанциях, таких как 30-50 километров, всегда удивляешься, всегда поражаешься в могуществу человеческого духа, воле, силы, силы воли. Пройти 25 километров, пройти 30 километров и сохранить возможность идти с высочайшей скоростью по дистанции. Все силы отдал Василий Рочев. И великолепно прошел последний круг. Великолепно. Я бы даже сказал, последние 5 километров он просто несся к финишу. Но лучше всех идет Николай Зимятов. Он очень ровно начал гонку, сразу с высокой скоростью и все время поддерживал эту скорость, все дальше и дальше уходя от своих соперников. Все больше и больше увеличивая разрыв. Сейчас я вижу, как Василий Рочев стоит в коридоре после финиша и ждет окончания гонки. Ему уже ничего не остается делать. Он уже не может вмешаться в распределение мест. Он теперь может только смотреть на электронное табло и ждать, сумеют ли пройти последние километры так же сильно, как он, его соперники Иван Лебанов и Томас Вастберг. Час 27 у Василия Рочева. Час 27. Это значит, еще где-то секунд на 40, на минуту лучший результат будет у Николая Зимятова. Просто потрясающая скорость. Сейчас, конечно, у тренеров очень любопытная ситуация. С одной стороны, Зимятов идет лидером. Он выигрывает много. Имеет большое преимущество. С другой стороны, он идет с высочайшей скоростью. И рядом с ним он догнал уже Лебанова. Лебанов идет за ним вплотную. Рядом с ним идет Лебанов. И если Лебанов будет за ним держаться изо всех сил, а это всегда легче идти за лидером, то тогда возможно сократится разрыв между Рочевым и Лебановым. Вот ситуация у Николая Зимятова такая. Или чуть-чуть сбросить скорость и сохранить естественное преимущество. Или до конца идти с той скоростью, которая у него есть. С которой он идет. Пока результат Евгения Беляева четвертым. Но мы знаем, что впереди идут еще и Мати Питканин, и Лебанов, Вазберг, и Николай Зимятов. Это из тех, кто закончил гонку. Не окончательно естественные результаты, потому что лидеры еще не на финише. В шестое время у Николая Базукова. Ну, конечно, шестым он не будет. Он будет гораздо дальше. Наверное, даже и в десяти лучших. Прошел Николай Зимятов внизу под нашей комендантской кабиной. Это последний вираж им остался. Приблизительно два километра. И впереди него идет Лебанов. Он идет вплотную за ним. Заканчивает гонку Альф Деккерст. Конечно, Зимятову можно сделать такой тактический прием. Обогнать Лебанова и аккуратно, медленно снижать скорость, тем, чтобы все время гонщик шел за ним. Но тренеры, которые стоят на дистанции болгарской сборной, они, естественно, будут смотреть, как будет идти Лебанов последние километры. Альф Деккерст с трудом, вот видите, даже держится на ногах после гонки. Заканчивает гонку Альф Деккерст. Как давно уже закончил гонку Василий Родчев, а только что финишировал Джулио Капитанио, который шел прямо перед Родчевым. За 30 секунд до него взял старт. Николай Зимятов был серебряным призером на чемпионате мира на этой дистанции. Тогда он не сумел так хорошо рассчитать скорость. Он шел по гонке, я имею в виду в Лахте в 78-м году, он шел по гонке так, четвертым после 10-го километра, четвертым после 15-го, и затем постепенно начал увеличивать скорость и вышел на второе место. В то время как Сергей Савельев победитель в этой гонке в Лахте, сразу же после 15-го километра вышел вперед и до конца уже удерживал преимущество. Ну а сейчас Николай Зимятов от старта повел гонку, стал лидером и увеличивал, все время увеличивал разрыв от своих соперников. Ларс Эриксон, норвежский гонщик, тоже самое заканчивает дистанцию. По-прежнему верхняя строчка это результат Василия Родчева. Напомню, что за 5 километров до финиша Родчев выигрывал 14 секунд у Либанова и 25 секунд у Вазберга. Преимущество достаточно хорошее, но в то же время и шведский, и болгарский гонщик тоже умеют финишировать. Тоже могут найти возможности силы с тем, чтобы пройти эти 5 километров так же мощно, как это сделал Василий Родчев. Николай Зимятов всегда на дистанции такой как-то незаметный, что ли. Он очень ровно идет к гонку, но всегда великолепно проходит особенно вторую половину дистанции. А мать Ипитканин тоже заканчивает гонку. Вот как поначалу казалось, что мать Ипитканин вмешается в борьбу за медали. Он очень хорошо начал дистанцию, но не сумел до конца выдержать темп гонки. Две минуты проиграл он Василию Родчеву. Две минуты. Это гонщик, который умеет выигрывать у всех, в том числе и у советских лыжников на международных соревнованиях в прошлом сезоне. Одвар Бро, обладатель Кубка Мира 1978-1979 годов. Николай Земятов. Не обошел он все-таки Либанова, а идет с ним рядом. Параллельные лыжни. Таково правило проведения крупных международных соревнований, в том числе и Олимпийских игр. Николай Земятов на финише. Смотрите, как на последних метрах он обошел Либанова. Результат Земятова лучший. Первая гонка и первая победа советских спортсменов. Как же это приятно. Первая разыгранная золотая медаль на 13-й зимних Олимпийских играх будет вручена советскому спортсмену. Итак, у Либанова третий результат. Мы можем поздравить и Василия Рочева с блестящим успехом, с серебряной наградой на Олимпийских играх. Сейчас, через некоторое время, закончится вся эта гонка. Финиширует Томас Вазберг. Вот вы видите, Василий Рочев поздравляет Николая Земятова, а тот, в свою очередь, поздравляет его. Трудно сказать, кому было сложнее и труднее в этой гонке. Рочеву, который стал вторым, проигрывая и Вазбергу и Либанову. Или Николая Земятова, который взял на себя бремя лидерство и ввел всю эту гонку. Но то, что наши спортсмены великолепно подготовлены, эта гонка уже говорит. Томас Вазберг. Результат Рочева, запомните, 1 час 27 минут 34 и 22 сотых секунды. 27-34, так говорят лыжники. 27-34, результат Рочева. Вазберг уже проигрывает более 30 секунд, а ему еще осталось идти примерно 150 метров. Его еще не видно на стадионе. Вот он только-только сейчас появился там под эстакадой верхний результат Николая Земятова. Да, последние 5 километров Вазберг вообще сдался. А, кстати сказать, вторую часть дистанции очень неплохо прошел и Юзеф Лущик. Он так медленно, медленно выбирался из группы, в которой он был после 15-го километра, он занимал тогда 10-е место. И сейчас Юзеф Лущик 5-й на итоговом табло. Итак, первая гонка закончилась. Закончилась победой советских спортсменов. Николай Зимятов. Он в общем-то недолго шел к этой своей победе. Серебряная награда на чемпионате мира два года тому назад в Лахте и золотая медаль на Олимпиаде в Лейк-Плесиде. И серебряная медаль у Василия Рочева. Это первая гонка. Первая дистанция олимпийской лыжной программы в Лейк-Плесиде на 13-х зимних олимпийских играх. И первые две награды у советской команды. Так же началась и Олимпиада в Индоке четыре года назад победа Сергея Савельева бронзовой медаль Ивана Гаранина. Тоже в этой гонке 30 километров. Затем последовала победа Николая Бужукова в гонке на 15 километров и серебряная медаль Евгения Беляева. Но сейчас Бужукову и Беляеву на дистанции 30 километров не удалось войти в группу лидеров бороться за победу. Результат Беляева вот вы видите 11-й а у Бужукова 14-й. золотая и серебряная награды у советских спортсменов. Вот они на ваших экранах. Николай Земятов, Василий и прочих. Один из Подмосковья, другой лыжник из Цыгтывкара, столицы Коми СССР. Блестящая победа советских лыжников. Первый день 13-й зимних Олимпийских Олимпийских